В связи с предвыборным периодом немножко изменился график выхода наших передач. То есть субботний выход на этой неделе случится в пятницу, но надеюсь, что в ближайшие две недели мы войдем в привычный график и все будет как обычно. Начну обзор новостей прошедшей недели с Варфоломеевской ночи, которая случилась в правительстве Республики Башкортостан. Феноменально большое количество увольнений случилось в ведомствах. Такого я не припоминаю. Даже в самом начале, когда дорогой Радий Фаритович опустился на землю Башкортостана повторно в октябре 2018 года, такого не было одномоментно. В общем, начнем по списку. Первым пал жертвой новой кадровой чистки Артур Идельбаев. Его не просто уволили, а вообще прекратили функционирование вот этого центра развития туризма, который он возглавлял. Версии по поводу увольнения Идельбаева, по крайней мере, вот этих вот кулуарных версий, образовалось две. Первая версия – это то, что кто-то там не выдержал, значит, вот этого позора с терра Башкирии. Я имею в виду изображение официального логотипа туристического Башкортостана, который был размещен на причинных местах фотомоделей в гостином дворе. В общем, что это вызвало большой резонанс, об этом много говорили и так далее, и так далее. Все это было формально, по крайней мере, в зоне влияния и компетенции господина Идельбаева. А вторая версия – это то, что господин Идельбаев якобы обсуждал приезд или не приезд Путина в Уфу 17 июля или 17 августа, я уж точно не знаю, но, в общем, вот за эти разговоры его и уволили. Я, конечно, не верю во вторую версию, хотя внимание достойно то, что Путин игнорирует Башкортостан последний год. То, что Путин не встречается с Хабировым – это, конечно, определенная черная метка и знак из Кремля, но тем не менее. Следующим значимым громким увольнением был уход Алексея Карпухина с поста министра промышленности и инвестиционной политики Республики Башкортостан на место господина Карпухина, который достаточно долго провел время на этом посту. Внезапно и абсолютно непонятно как и зачем был назначен Фарид Гельманов, экс-мэр города Салавата, с которым было связано огромное количество скандальных историй в самом Салавате, огромное количество публикаций, очень такого, скажем, неприятного характера. Фарид Гельманов – племянник Марата Магадеева, в прошлом он пожарник или пожарный, я не знаю, как ему больше нравится. По этому поводу жители Салавата многократно высказывали свое мнение о методах администрирования и работы администрации города Салавата. В общем, конечно, очень странное назначение. Оно, конечно, совершенно в русле логики дорогого Радия Фаридовича, своим все остальным закон, но, честно говоря, у меня есть опыт общения с господином Гельмановым, и это очень неприятный опыт. Я не могу сказать, что мое впечатление господине Гельманове позитивное. Человек, на мой взгляд, не обладает теми свойствами, которые необходимы для министра промышленности и инвестиционной политики в Республике Башкортостан, но, дорогой Радий Фаридович, видимо, иного мнения. Также свой пост утратила на прошедшей неделе Лилия Мазитова, министр экономического развития Республики Башкортостан. С чем связано это увольнение, я не знаю. Возможно, это некое возрастное решение. Хотя, естественно, просматривается тенденция о том, что увольнялись на прошедшей неделе исключительно не члены хабировской команды. Несмотря на глубочайшие и многократные заверения дорогого Радия Фаридовича, что в Республике не существует кланов, команд и всевозможных группировок, однако эта тенденция абсолютно четко просматривается, и под нож пошли, естественно, не члены хабировской команды, и тем более не члены пресловутой красногорской команды. Одним из самых ярких увольнений прошедшей недели был уход Григория Невостроева с поста заместителя, руководителя Государственного комитета по строительству и архитектуре Республики Башкортостан. Это, на самом деле, очень значимое событие. Дело в том, что Григорий Невостроев был ключевой фигурой в процессе утихомиривания обманутых дольщиков, очень важном процессе для хабирова в предвыборный период. И вот буквально за две недели до выборов Невостроев покидает свой пост. По разным данным он уходит куда-то в Москву. По моим данным он нашел себе работу в СИН. Федеральные службы исполнения наказаний, судя по всему, по линии строительства, потому что эта федеральная организация очень много строит, всевозможных тюрем и прочих, значит, увеселительных заведений. Я не думаю, что господин Невостроев опечален подобным оборотом в его карьере. Дело в том, что его позиция в госстрое Республики Башкортостан была, конечно, расстрельной. Человек, который отвечал за решение проблемы обманутых дольщиков, по определению был обречен на провал. И та методика, которая была предпринята и организована вот в этой части взаимодействия между правительством и группами обманутых дольщиков, конечно, потерпела полная фиаско. Все эти лишние люди действительно оказались лишними в этой схеме, а Невостроев, собственно, не имел необходимых полномочий и рычагов, чтобы полноценно решать проблему обманутых дольщиков. И вообще вся эта схема была заточена на то, чтобы сдержать недовольство до выборов, а дальше как получится. То есть решение проблемы было в большей степени сконцентрировано на том, чтобы не дать выпреснуться недовольству, а вовсе не на то, чтобы решать проблемы отдельно взятых объектов. Но про обманутых дольщиков и объекты долевого строительства мы еще сегодня поговорим. В общем и целом, я думаю, что судьба Невостроева не должна вызывать особых беспокойств. Он найдет себе нормальное место, несмотря на то, что он хронический гастролер по всевозможным постам и позициям в организациях и ведомствах, он, в общем-то, достаточно добротный профессионал и найдет себе применение. Попытаемся понять, что же произошло на прошедшей неделе с кадрами в Республике Башкортостан, почему столь многочисленные увольнения и отставки прокатились по правительству, и попытаемся понять, с чем это связано с точки зрения логики кадрового управления и так далее. Ну, первое, что напрашивается, конечно, это недоумение, потому что, в общем-то, принято считать, что на переправе коней не меняют. До выборов две недели. Каждое ведомство – это некий кирпичик в стене вот этой обороны, которую держит команда Хабирова перед выборами. Безусловно, каждое ведомство вносит определенную лепту в предвыборную работу и во время выборов тоже в этом всем участвует, каждый по-своему. И менять в ведомствах столь многочисленных руководителей, конечно, выглядит как такой шаг отчаянный. С другой стороны, очевидно, что любое увольнение существенной фигуры в правительстве – это по определению признание провала работы в этой сфере. И если вернуться к списку уволенных, то становится очевидно, что провал констатирован именно в экономическом блоке. И строительство, и промышленность, и инвест-привлекательность, и эконом-развитие – конечно же, это все один экономический блок. И судя по тому, как именно в этом блоке произошли вот эти перестановки руководителей, видимо, кто-то пришел к выводу, что там все очень плохо и нужно что-то менять. С другой стороны, надо анализировать тех, кто пришел на место тех, кто были уволены, чтобы понять, насколько вообще в принципе можно исправить ситуацию. Например, приход господина Гельманова на пост министра промышленности и инвестиционной политики Республики Башкортостан, наверное, не оставляет никаких шансов на развитие этой отрасли. С другой стороны, само Министерство промышленности уже многие годы как является фактически статистическим инструментом, а никак не инструментом регулирования промышленных процессов Республики Башкортостан, а тем более инвестиционных процессов. Дело в том, что вся крупная промышленность Республики находится в частных руках, и собственники крупных предприятий, в общем-то, никак не склонны к тому, чтобы хоть как-то согласовывать свою деятельность, свои устремления, цели и задачи с каким-то там Министерством промышленности. В общем и целом, конечно, вряд ли что-то изменится, но сама фигура Гельманова, например, это, конечно, приговор вот этому министерству. В остальных ведомствах я не знаю, ведомство Идельбаева вообще устранено, упразднено, и все осталось в руках мадам Бойцовой, которая нам уже многократно продемонстрировала многообразие мнений по поводу одних и тех же вопросов. Минэкономразвитие, ну, не знаю, тут нужны суровые профессионалы, которых на горизонте кадровой скамейки Радия Фаридовича вообще не наблюдается. А учитывая то, как спокойно и вольно, и произвольно сам дорогой Радий Фаридович обращается с экономическими терминами, тоже ждать чего-то особенно позитивного от Минэкономразвития, наверное, не приходится. На прошедшей неделе стало известно, что возобновились действия следствия или там судебные какие-то процессы в отношении руководства организации «Башкорт» Фаиля Алчинова и Руслана Габасова. И это все продолжение истории 2015 года, когда случился некий инцидент в конгресс-холле. По версии следствия, господин Алчинов и Габасов вступили в рукопашную схватку с неким Эльмиром Мамбетовым, представителем Оренбургского объединения «Башкир». Случилась какая-то драка, потасовка, точно неизвестно. В общем, там какие-то телесные повреждения, ну и, соответственно, уголовное преследование. Примечательно, что в 2015 году, когда это случилось, следствия и действия по этому эпизоду были каким-то странным образом приостановлены. Некоторые аналитики считают, что это было результатом компромисса между компанией руководителей «Башкорта» и самой организацией «Башкорт» с тогдашним руководителем Республики Башкортостан Рустамом Хамитовым. И вот, дескать, сейчас некоторые аналитики полагают, что вот это возобновление уголовного преследования Алчинова и Габасова является неким рычагом взаимодействия теперь нынешнего уже руководства Башкортостана с общественными организациями «Башкир» в республике. Подобная манипуляция юридическими процессами, конечно, характерна для дорогого Радио Фаритовича. Мы все видим, что компания юристов, которая пришла к руководству в Республике Башкортостан, иных методов не избирает. Собственно, и преследования, меня лично и моего канала тоже, в общем-то, носят подобную окраску. Однако важно понять, будет ли дальше подобная методика использоваться в политической борьбе в Республике Башкортостан. Насколько далеко готов зайти, дорогой Радио Фаритович, в преследовании общественных организаций «Башкир»? Дело в том, что если даже Габасов и Алчинов в конечном итоге получат какие-нибудь уголовные сроки или приговоры по этому эпизоду с дракой в Конгресс-холле, это же не отменяет движение «Башкир» в Республике Башкортостан. Значит, на их место придет кто-то другой. Также я, конечно, связываю это уголовное преследование Фаэля Алчинова и Руслана Габасова с тем, что на прошедшей неделе организация «Башкорт» официально и громогласно призвала жителей Республики Башкортостан и этнических «Башкир» не голосовать фактически за Радио Хабирова. Они, конечно, это сформулировали так, что не голосуем за «Единую Россию», но само собой понятно, что у нас кандидат от «Единой России» — это Радио Хабиров, и, соответственно, организация «Башкорт» призывает не голосовать за Хабирова. Это, конечно, феноменальная история, потому что все башкирские объединения так или иначе всегда были заточены на некую принадлежность к башкирскому народу и всегда поощряли продвижение именно выходцев из башкирской среды в политическую, экономическую и так далее средах. В данном случае организация «Башкир» требует и предлагает и советует сочувствующим не голосовать за башкира Хабирова, только потому что башкир Хабиров принадлежит к партии «Единая Россия». Ну, в общем, тут, конечно, ситуация такая очень непростая. Не знаю, насколько этот призыв подействует, однако, конечно же, надо полагать, что сторонников у организации «Башкорт» очень много. Одни только группы в социальных сетях содержат десятки тысяч человек. Там есть группы по 60 и по 70 тысяч человек. Именно там были размещены вот эти вот меморандумы о том, чтобы ни одного голоса не отдать представителю «Единой России». В общем, конечно, все это вместе выстраивается в картинку некого противостояния, некого конфликта и некой войны. Я с сочувствием отношусь к Фаэлю Алчинову и Руслану Габасову. Я не знаю деталей вот этого инцидента в Конгресс-холле в 2015 году и насколько это все тянет на уголовное преступление, но хотелось бы пожелать им удачи и справедливого решения в этой проблеме и в этой истории с дракой в Конгресс-холле. На прошедшей неделе в Республике разразился дикий скандал по поводу сбора денег на строительство хосписа. Нужно немножко обозреть ситуацию, которая случилась до этого. Напоминаю, что дорогой Радифоритович под давлением общественности и приехавший в Республику Нюты Фидермейсер был вынужден принять решение о том, что Республика профинансирует строительство детского хосписа. По предварительным оценкам на строительство этого объекта нужно примерно 300 миллионов рублей. Соответственно, решение вроде как было принято. Однако, вслед за этим последовали какие-то совершенно странные движения. В социальных сетях, в ведомствах, на досках объявлений и вообще в иных доступных для информирования граждан местах появились призывы жертвовать однодневную зарплату бюджетников, сотрудников, работников медицинских учреждений и прочих заведений на строительство этого хосписа. То есть тут началось какое-то раздвоение. С одной стороны, Хабиров сказал, что бюджет Республики профинансирует строительство этого объекта. С другой стороны, господин Забелин тут же призвал собрать деньги в размере однодневного заработка медиков в какой-то странный, непонятный фонд «Иман». Вот тут начинается вообще загадочная и, на мой взгляд, очень нехорошая история в том смысле, что опять у нас пошли фондики. Еще, как говорится, не остыло кресло после ухода Рустема Зайкиевича Хамитова, который был славен использованием вот этих фондов в совершенно разнообразных, не всегда каких-то реально благотворительных целях. И вот опять у нас фонды. Внезапно, в июне месяце, уже 19-го года, появляется некий фонд «Иман», который учрежден акционерным обществом «Региональный оператор», который там, в свою очередь, кому-то без конца принадлежит-принадлежит, и цепочка тянется к фонду социальных программ. Адрес регистрации этого фондика вы будете смеяться офис «Единой России» в Республике Башкортостан. В общем, конечно, организация более чем сомнительная, но именно в этот фонд призывают собирать деньги руководители ведомств. Именно в адрес этих фондов были выложены вот эти платежки, в том числе дорогой Радий Фаритович в своем инстаграме выкладывал вот эту квитанцию, которую заполни заплати. В общем, на заборах висят в деревнях какие-то объявления, что сдавать деньги заведующему клубам и так далее. То есть дошло же до абсурда. Извините, выражаясь таким вот уличным языком, бабло начали закачивать в этот фонд. Кто, как контролирует этот фонд, неизвестно. То, что он зарегистрирован в партии «Единая Россия», ну, прямо скажем, более чем гарантия, наверное, странности расходования этих денег. В общем, конечно, ужас-ужас. И накал страстей дошел до такого уровня, что господин Забелин был вынужден сбегать на радиоэхо Москвы, где он попытался рассказать о том, что все совсем не так, что никто никого не заставляет, что нельзя у человека отнять эту зарплату, что он только добровольно ее туда перечислит. И вообще, все, кто не жертвует деньги фонду «Эман», это козлы, жадины и скупердяек. Ну, в общем, конечно, я резюмирую эту ситуацию. Подобные тупости, на самом деле, выдумать было сложно. Чтобы в предвыборный период, в период, когда широко обсуждается вот эта проблема здравоохранения с зарплатами медиков, когда бунтуют салаватские, стрельтоматские роддомы и прочие, значит, учреждения здравоохранения, а бунтуют они исключительно по вопросу невыплаты зарплат или низкого уровня зарплат, в этот момент собирать однодневный заработок с медиков – это, во-первых, глупость, во-вторых, наглость, а в-третьих, это, наверное, все-таки уже и где-то граничит с преступлением, потому что мы точно знаем, что все фонды, все организации, связанные с «Единой Россией» в этой стране, это организации и фонды, связанные с партией жуликов и воров. А что могут сделать жулики и воры с деньгами, которые поступят к ним от граждан? Ну, сами понимаете. В общем, конечно, это провал, прямо скажем. Провал, который, ну, будет зафиксирован в понимании и сознании избирателей и граждан Республики Башкортостан, и, конечно, который нанесет чудовищный ущерб реальной степени доверия к дорогому Радио Фаритовичу на ближайших выборах. И снова в новостной повестке город Сибай. Несмотря на то, что на прошлой неделе мы его посетили, несмотря на все те впечатления, которые вынесли из этой поездки, снова негативные новости приходят из этого далекого зауральского города. В этот раз история с загрязнением окружающей среды и экологическими проблемами продолжилась с загрязнением Сибайского водозабора, в который загадочным образом по одной из версий попал уже как месяц огромный объем всевозможных загрязняющих веществ. Уровень содержания металлов, в том числе и тяжелых металлов в воде, водозабор увеличился в некоторых позициях до десяток, в некоторых сотни раз. Там и медь, и железо, и иные компоненты. Причем загрязненный водозабор был настолько, что погибла вся живность, которая присутствует в нормальной воде. Странным образом, выявление этого факта случилось в тот же день, когда на оперативке в правительстве заговорили об обеспеченности питьевой водой Республики Башкортостан, в этот же день орденоносный мэр города Сибай Авзалов поднял этот вопрос на оперативном совещании у себя в администрации. В общем, история эта сильно прошумела, прогремела. Фотографии желтой воды обошли все страницы всех новостных каналов и ресурсов. Тут возникает вопрос. Ну, хорошо, там загрязнены были стоки канализации или водозабор. Это еще вопрос, и нужно на него отвечать. Попали ли эти элементы в питьевую воду сибайцев или не попали тоже? Хотя, несмотря на то, что было сразу же сделано заявление, что питьевая вода соответствует ГОСТам и нормам, однако хотелось бы, конечно, независимых экспертиз, потому что уровень доверия к администрации господина Авзалова в Сибае, близок к нулю, и все, что он говорит, конечно, всегда подвергается сомнению. Кроме этого, хотелось бы понять, если эта история длится уже месяц, то, возможно, существует некая ответственность за то, что ситуация эта скрывалась, не обнародовалась и не пресекалась. Надо бы здесь, наверное, прокуратуре проанализировать хронологию событий, когда поступили сообщения о попадании вот этих вот металлов в воду и когда были приняты меры. Вот это вопрос ответственности и руководителя водоканала, и господина Авзалова. Я не задаю вопрос, какие артисты приедут решать эту проблему в город Сибаик. Общеизвестно, что все экологические проблемы в Сибае решаются при помощи концертов. И, кстати говоря, вполне себе успешно решаются, потому что я пришел к глубокомысленному выводу о том, что жителям Сибаи достаточно послушать музыку, чтобы очистился воздух в их легких и очистилась вода в их водопроводных кранах. Давно мы не анализировали ситуацию с долевым строительством в Уфе и в республике. И вот сегодня попробуем подвести какой-то итог на данный момент. Я бы хотел посмотреть на ситуацию глобально в разрезе всей республики и хотя бы отдельно Уфы, не углубляясь в отдельные объекты, хотя, конечно, без этого не обойтись. В целом могу резюмировать, что ситуацию с долевым строительством за период присутствия дорогого радиа Фаритовича в республике Башкортостан изменить не получилось. Безусловно, были предприняты шаги для того, чтобы косметически исправить ситуацию там, где это было возможно без существенных вложений. Я имею в виду ввод в строй уже достроенных домов там в Новобулгаково и в Миловском парке. И все. Кардинально проблема решена не была. Как были кризисные ситуации в этих всех объектах, так и остались. То есть, картина выглядит следующим образом. У объектов, у застройщиков нет денег на достройку объектов. Деньги эти не появились ниоткуда. Новые инвесторы не появились ниоткуда. Никакие заместительные компенсационные участки выделены не были. Никакие схемы государственного финансирования применены не были. То есть, не получилось, несмотря на то, что обещали. В целом, конечно, это глобальный провал по этой ситуации. Меня удивляет, насколько долго оказывается возможно водить за нос людей. Десять месяцев их водил по пустыне с переменным успехом. То не востроив, то еще кто-то. Значит, то там все вот эти вот лишние люди и прочие морочили голову этим группам дольщиков. В итоге, конечно, сейчас они все отбежали в сторону. Не востроив, вообще уволился. А лишних людей не видно и не слышно. Дольщики остались вот сейчас перед разбитым корытом. Они смотрят на свои объекты, которые остались ровно такими же, какими и были там 10, и 6, и 5 месяцев назад. Они не понимают, что будет дальше. И, в общем-то, даже уже не звучат никакие обещания особенные. Единственное, что сейчас делается, это максимально эффективно пресекаются акции протеста. На прошедших неделях практически ежедневно протест был организован около Белого дома. Одиночные пикеты, это и Миловский парк. И, значит, иные объекты, которые выходили туда с требованием что-то сделать. Но уже никакого отклика нет. Только единственное, что ведется какая-то там подпольная работа по утихомириванию до 8 сентября недовольных. Мне стало известно буквально на днях, что возникла кризисная проблемная ситуация в строительной компании «Госстрой». Что дольщики госстроя начинают терять терпение и пытаются уже, начинают договариваться в группах в соцсетях о том, что нужно что-то делать. Есть ощущение того, что они готовят какую-то крупную акцию протеста против ситуации вокруг их строительной организации и их объектов. Я пока деталей не знаю, но такая информация подспудно существует. По поводу Серебряного ручья. Неопределенность продолжает оставаться на своем месте. Протоколы решений в отношении этого комплекса, я имею в виду ситуацию с покупкой бизнес-центра, так и не опубликованы. Слухи множатся и уже превратились в абсолютную какую-то дичь. В том числе рассуждают о том, что и Серебряный ручей, и госстрой в скором времени поменяют собственников, и на их место придут какие-то красногорские чудо-богатыри. В общем, ситуация с Серебряным ручьем конкретно, конечно, вызывает большое беспокойство. Я имею в виду неопределенность с принятием решений. Тут уж надо определиться. Вы, дорогой Радий Фаритович, решили эту проблему? Вот эта история с бизнес-центром – это решенный вопрос? Или вы забираете свои слова обратно? Вот это было бы, конечно, очень некрасиво перед выборами, потому я думаю, что, дорогой Радий Фаритович, в отношении Серебряного ручья будет хранить интригу и далее. Вопрос только в том, согласны ли терпеть дольщики вот эту неопределенность до 8 сентября, проголосуют ли они за Единую Россию и за Радия Хабирова, ну и так далее. В общем, конечно, Серебряным ручьем срочно надо что-то делать, вносить ясность, объяснять людям, что происходит. И, может быть, уход не восстроил со своего поста, как раз заточен на эту ситуацию. Дело в том, что я доподлинно знаю, что внутри правительства и правительственных структур существует уже сформировавшаяся группа интересантов, которые категорически против вот этой схемы по выкупу бизнес-центра. Бизнес-центр Салават Юлаев на одноименном проспекте и выкуп этого бизнес-центра должен был компенсировать застройку недостроенных домов. Так вот, эта группа в правительстве активно сейчас действует с целью дискредитировать эту схему, с целью убедить дорогого Радия Фаритовича, что он ошибся, и с целью отказаться Хабирову от этого решения, ну и так далее. Посмотрим, кто победит. Борьба под ковром идет, дольщики недоумевают, процессы все остановлены. Как я и обещал в одной из предыдущих передач, мы продолжаем разбираться с ситуацией вокруг золотого запаса, вокруг проблемы, создавшейся с оборотами этих инвестиций. За последние две недели мне действительно удалось достаточно далеко продвинуться в понимании того, как это работало, работает и возможно будет работать. И на самом деле очень многие вещи первоначально мне показались с одной стороны, теперь с другой стороны, как известно, у любой медали есть две стороны и как минимум две правды. В общем, первое, что я понимал неправильно изначально и почерпнул эти сведения из открытых источников, видимо, не до конца добросовестных, либо не понимающих, о чем идет речь, это то, что деньги инвесторов якобы напрямую вкладывались в объекты недвижимости. Это не так. Это точно. По моему представлению теперь, инвестиции были более сложными и средства инвесторов золотого запаса инвестировались в некие долговременные инвестиционные механизмы, которые приносили несколько большую доходность, чем те механизмы, которые существуют в коротком периоде инвестирования. Во-вторых, как я выяснил теперь точно, на самом деле выплаты инвесторам не были остановлены совсем. И вот в этот уже, условно говоря, проблемный период были выплачены 10% от общего объема инвестирования, который остался на момент, когда наступила эта проблема. То есть это достаточно большие объемы выплат. Единственное, что точно известно в этом смысле, это то, что, конечно же, выплаты не идут в том темпе, который изначально был описан договорами и соглашениями инвестирования. То есть система не умерла, система начинает меняться, в моем представлении, так. Теперь то, что касается вот этих долгосрочных инвестиций. Общеизвестно, что чем проще и малодоходнее инвестиция, тем быстрее можно изъять из нее деньги. То есть, условно говоря, если вы купили золотую монету, то в любой следующий день недели вы можете эту монету быстро продать и вернуть определенное количество денег. Единственное, что наряду с быстротой оборота подобных инвестиций, конечно же, мы имеем очень низкую доходность. Соответственно, когда средства вкладчиков инвесторов золотого запаса были инвестированы в долгосрочные механизмы, не подразумевало срочного возврата денег. Теперь встает дилемма о том, что если инвесторы требуют немедленного возврата инвестированных денег в данный момент, то нужно определять, насколько будет снижена вот эта доходность и насколько упадут доходы в целом всей системы и, в частности, каждого отдельного инвестора. Подходы к этому очень разные. Кто-то из инвесторов это понимает и согласен с этой логикой. Кто-то категорически отказывается воспринимать подобные объяснения и рассуждения. В общем, тут все больше, конечно, зависит от способности самого золотого запаса выстраивать диалог с инвесторами, общаться и объяснять. Что же, собственно, сейчас делает администрация золотого запаса и в каком ключе идет общение с инвесторами? Ну, помимо тех конфликтных аспектов, которые существовали и существуют на данный момент, я имею в виду там всевозможные обращения в правоохранительные органы с требованием расследовать, добиться, наказать и изъять, есть некий процесс, попытка переформатировать финансовые взаимоотношения. И здесь я вижу два таких тренда, которые определились в взаимоотношениях администрации золотого запаса и инвесторов. И вот, собственно, эти оба тренда. Первое – это перезаключение договоров инвестирования на определенных условиях. К сожалению, я пока образца этого договора не получил, хотя просил инвесторов из числа тех, кто рассматривает эти договора, присылать мне этот текст, посмотреть. Второй вариант – это некое заключение фактически ипотечного соглашения, согласно которому при регистрации в Росреестре и последующей постепенной выплате по этим ипотекам, как я понял, со стороны золотого запаса, инвесторы становятся постепенно собственниками определенных объектов недвижимости. Тут, конечно, есть много вопросов. Первое – это нужно более понятно объяснить эту схему, потому что даже те три варианта объяснений, которые я получил из разных источников, не до конца дают понимание этой схемы. С одной стороны, есть определенная гарантия и надежность, регистрация в Росреестре, наличие самого объекта, то есть это или участок земли, или какой-то объект недвижимости. С другой стороны, мне, например, неизвестна и непонятна динамика выплаты и проценты по этой ипотеке, кто их будет закрывать и тому подобное. В общем, схема – это несколько более сложная, чем простая и понятная выплата. Соответственно, здесь нужно вникать. Вопрос в том, насколько золотой запас сможет объяснить надежность и целесообразность вот этой всей системы и схемы для вкладчиков и инвесторов. Второй вопрос в том, насколько быстро они смогут начать ее реализовывать, эту схему. Тут, в общем-то, чисто психологическая проблема в том смысле, что инвесторы стоят перед дилеммой сейчас. Либо начинать скандал, буянить, требовать крови, разбирательство, изъятие имущества и всевозможных банкротств, либо все-таки рассмотреть вот эту схему и понять, насколько она гарантирует им возврат денег и в какой срок. Понятное дело, что люди разные, делятся на всевозможные группы отношения к этим процессам, но я, например, со своей стороны абсолютно точно уверен и всегда так считал, что любое банкротство в нашей стране, по крайней мере, это фактически гарантия неполучения всей суммы обязательств, а иногда и вообще гарантия того, что эти обязательства не будут выполнены. Это первое. Второе. Вот эта ипотечная схема, о которой я говорил, она должна быть более внятна и четко и понятно изложена для инвесторов. Тогда они примут вполне себе самостоятельное и разумное решение, что вот, да, нам нравится, нам подходит, это дольше, но, по крайней мере, есть гарантия. Или нет, нам не нравится, мы не хотим. В общем, в целом я сейчас констатирую, что данных, которые я получил на данный момент, стало больше. Схема была несколько иной, нежели мне представлялась вначале, но мне пока недостаточно этих данных и сведений. Я обращаюсь к инвесторам и администрации золотого запаса с просьбой разъяснить вот эту ситуацию по вот этой схеме ипотечного возврата средств и так далее, и так далее. Очень бы хотелось посмотреть договор перезаключения, значит, вот инвестирования и так далее. В общем, есть еще над чем поработать. Анонсирую предвыборную поездку по встречам с избирателем Владимира Барабаши. Завтра мы и я, в том числе, в составе штаба избирательной компании Владимира Барабаши, выезжаем в город Салават и Стерли-Тамак, именно в этом порядке. В Салавате в 10 утра в гостиничном комплексе «Олимпиец» пройдет первая встреча с участием кандидатов главы Республики Башкортостан Владимира Барабаши и в Стерли-Тамаке в час дня в гостинице «Восток» пройдет вторая встреча с избирателями. Я всех приглашаю с любыми вопросами, с любыми проблемами или просто послушать избирательную программу кандидата Барабаши. Кстати говоря, Владимир Барабаш единственный кандидат на пост главы Республики, у которого есть настоящая программа избирательная, которая эту программу опубликовала. И, кстати говоря, эта программа вызвала очень большой интерес в стане конкурентов. Я знаю, что в «Единой России» в отсутствии собственных интеллектуальных ресурсов сейчас очень активно изучают эту программу. Видимо, часть ее будет взята на вооружение. И, кстати говоря, это неплохо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова